Скоро весна, снег начнет таять и из-под него выглянут первые подснежники. Речь идет далеко не о цветах. На газонах и асфальтах на пешеходных дорожках появятся собачьи экскременты. А все потому, что многие хозяева четвероногих принципиально не убирают за своими питомцами. У кого, наверное, одна собака, тот считает, что я буду убирать. Именно от моей собаки какашечка растворится и не будет этой какашечки весной. Могу сказать вам, нет. За три месяца эта какашечка никуда не денется. Она будет лежать на том же самом месте. Единственное, может быть, водой как-то ее растворит, и то нет. По словам Светланы Романовой, те, кто утверждает, что собачий экскремент – это удобрение, заблуждается. Скорее всего, это отговорка, чтобы не убирать за собакой. Собачий кал имеет слишком высокую химическую активность и очень медленно разлагается. Поэтому как удобрение не годится. С такой подкормкой растения просто сгорят и погибнут. Так что, если весной на газоне появились проплешины, скорее всего, это результат того, что в этом месте лежала неубранная кучка. Трава в этом месте вырастет не скоро. Большая просьба ко всем собачникам, чтобы все-таки убирать. Ну, я не знаю. Но вы прекрасно знаете, чем вы кормите свою собаку. Вы завели животное, и мы в ответственности за тех, кого мы приручили. И не только за это милая личка, которая приходит и которая прям счастье приносит. Ну и то, что оно откладывает. Мы культурные люди. Мы живем в городе. И, честно говоря, когда идем по дорожке и смотрим там, что чуть ли не под ногами какашки, тут какашки, и каждый раз на глаза они попадаются, естественно, неприятно. Ну, убирайте. Это не так сложно. Многие хозяева утверждают, что их собака справляет нужду вдали от газонов и скверов. И это никому не навредит. Разлагаясь собачья кучка, со временем превращается в пыль, которая разносится на значительное расстояние ветра. Вместе с ней в путешествие отправляются и все бактерии, и яйца паразитов. Собачий калс – сильный раздражитель, который может негативно влиять на самочувствие людей, больных аллергией или астмой. Кто его убирает? Уборщица, которая убирает ДЭП, там, я не знаю, дворники, еще кто-то. Ну, во-первых, они не подпитываются. Вылез на это тоже, и для них тоже это не такое счастье убирать за вашей же собакой какашки. Это во-первых. Во-вторых, ну, у вас дети, которые тоже ходят и по газонам, и, ну, сами, в конце концов, можете спросить, где ты. Я сама убираю за своими, и, честно говоря, когда я иду убирать за своей собачкой, и не одной, то получается, что я на ноги собираю остальные чужих собачек, что тоже неприятно. Приходится домой приходить и мыть все. Поэтому количество какашек будет весной много. Заблуждение собачников и в том, что экскременты в природе исчезнут за несколько месяцев, а в пакете будут лежать сотни лет. Это утверждение верно только тогда, когда кал собирают в обычные полиэтиленовые пакеты. Делать этого нельзя. Полиэтилен действительно разлагается несколько сотен лет. Но сегодня существует несколько видов биоматериалов, из которых и делают специальные мешочки для прогулок с собаками. Уважайте себя и горожан. Помните, ваша собака – ваша ответственность. Ирина Вышегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.